Полиция Петербурга раскрыла по горячим следам похищение ребенка. Двухлетнего малыша забрали вместе с коляской со школьного двора, пока мать встречала старшего ребенка. Все подробности этой истории узнаем у нашего корреспондента в северной столице Дмитрия Витова. Дмитрий, вам слово. Виталий, ну вот мы только что вышли из полицейского участка, но вот вроде бы времени прошло много, но на самом деле я должен сказать, что это, наверное, самое скоротечное расследование за последние годы в Санкт-Петербурге. Украли ребенка, а полицейские вернули его всего через полтора часа. При этом само преступление было совершено в Петергофе, а задержали подозреваемую в петербургском метрополитене. Это почти в 30 километрах. Сообщение о пропаже двухлетнего малыша поступило около половины пятого вечера. Молодая мама приехала, жительница Петергофа, приехала за своим старшим сыном в школу, а коляску с младшим оставила у входа. Надо сказать, что в Петергофе так поступают многие, там достаточно безопасно, и люди часто оставляют коляски с детьми возле поликлиники детского сада. Но в этом случае, когда мама вернулась, не было уже ни коляски, ни ребенка. Очень быстро был объявлен план перехват по всему городу, и это преступление взял под личный контроль начальник полицейского главка. У всех прохожих, возможных свидетелей собирали сведения, изъяли камеры видеонаблюдения, и очень быстро был составлен портрет возможной преступницы. И уже через полчаса нашли коляску, она была в одном из автобусов Петергофа. А еще через час сотрудники патрульно-постровой службы обратили внимание на не совсем адекватную и очень подозрительную женщину возле станции метро в Петербурге, с которой рядом был ребенок, но на котором не было головного убора. Это при такой-то достаточно прохладной погоде. Вот эти-то полицейские и задержали возможную преступницу. Подошли, предстоялись к женщине, да, то есть по приметам, которые были указаны в ориентировке, соответственно, она остановлена была. То есть первый вопрос был, ваш ребенок, откуда двигаетесь, да, начала теряться, то есть подошла к ребенку, сказала, ты же мой ребенок, да, соответственно, то есть, что вызвало подозрение. После чего начала путаться, как бы, в имени. То есть сначала назвала его Андреем, потом в дальнейшем назвала его Иваном. На вопрос число, месяц, год рождения ребенка не смогла ответить. Сопротивление не оказывало, просто были реплики, что, то есть, вам до этого нет дела, я хочу со своим ребенком уйти домой и все. Как выяснилось, задержанная неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей и совсем недавно вышла из мест заключения. Ребенку немедленно вызвали бригаду скорой помощи, и врачи, к счастью, установили, что здоровью малыша ничто не угрожает. Да и, похоже, он совсем, не совсем понял, что с ним произошло. Он, я так понимаю, испугался, я в первую минуту не видел, но сейчас он чувствует себя вроде нормально, как обычно, в общем-то. Как вам, жена позвонила, сказала? Да. Какие чувства? Я был в шоке. Полиция сработала отлично, ну, если по пилибальной шкале, то на 5 с плюсом. Хотелось бы поблагодарить всех сотрудников полиции, принимавших участие в поимке. Я его отвезла, только до авто, мне попросили, что мама его ждет. После того, как задержанная сможет давать внятные объяснения, ее доставят в Следственный комитет. Там ей еще предстоит найти объяснение своему поступку. А, возможно, будет решаться и вопрос о возбуждении уголовного дела, очередного в ее биографии. Виталий. Дмитрий Витов в прямом эфире о счастливом завершении истории с похищением младенца в Петербурге.